Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Валерий Седов. Сегодня у нас в гостях Захар Прилепин, писатель, лидер политической партии «За правду». Здравствуйте! 1 сентября многие члены и сторонники партии «За правду» провели флешмоб в социальных сетях «Я, мы против ЕГЭ». Вы считаете, что ЕГЭ – это вредно? Объективно говоря, глядя на советское образование, на советскую школу образования, собственно, можно сделать один вывод о том, что в 50-е, 60-е, 70-е годы Советский Союз так или иначе находился в числе лидеров по всем научным школам. Физика, химия, точная наука, гуманитарные науки. И так или иначе, в 80-е, в 90-е и в нулевые годы эти позиции были потеряны. По многим направлениям мы даже не в тройке, не в пятерке, даже не в десятке. Значит, есть какие-то у этого объективные причины. Я понимаю, что у многих учителей, преподавателей, научных работников есть по поводу ЕГЭ свои объяснения, что там, скажем, более, как им кажется, удачная циркуляция абитурентов, которые могут поступать, которые могут так или иначе из деревень, маленьких городков попадать в вузы. Но, с другой стороны, давайте не будем кривить душой и отдавать себе отчет в том, что, конечно же, и в Советском Союзе эта циркуляция была. И учились далеко не одни москвичи. И даже напротив, очень многие москвичи из числа арбатских детей очень жаловались, что поступали кто угодно, а вот они с их знаниями прекрасными не поступали. Во многом механический подход ЕГЭ и особенно, конечно же, вот эта необходимость нанимать двух-трех репетиторов, чтобы они последние два-три года школы натаскивали детей на этот самый экзамен, конечно же, вызывает огромное количество вопросов. Поэтому мы за такой сегментированный подход. Безусловно, сам ЕГЭ в каких-то составляющих может остаться, в составляющих, но в целом этот подход, он для России не нужен. У нас была своя мощнейшая школа образования в мире, признанная лучшим, там, 50-е и 60-е годы. Надо к ней возвращаться. Хотя какие-то новейшие наработки мы, конечно, будем использовать. В программе «Партии за правду» есть такой пункт, как «Возврат к государственной медицине». Что это такое? Поясните. Все люди, заставшие Советский Союз, в точности понимают, о чем идет речь. И особенно эту тему обострила ситуацию, собственно, с коронавирусом, с ковидом по всему миру. Вдруг выяснилось, что даже инерция остатков медицинского образования Советского Союза способна нас избавить от очень большого количества проблем. Почему, собственно, так получилось? Потому что в Советском Союзе была основная установка на то, что здоровы должны быть все граждане нашей страны. И человека могли принудить лечиться, прививаться и так далее и тому подобное. А если он не согласен на лечение, его могли изолировать. И в этом смысле, конечно же, Советский Союз вел себя по отношению к собственным гражданам, как большой, заботливый и строгий отец. И вот эта система повсеместного присутствия, так или иначе, участкового врача, семейного врача, маленьких и больших больниц, она работала. Ну, просто объективно она работала. И с началом, собственно, перестроечных процессов и последующих процессов у нас появилась такая категория рентабельности. Когда выгодно здесь иметь такую больничку или не выгодно. Выгодно иметь здесь врача или не выгодно. Вот этот вот подход, построенный, еще раз повторяю, на принципах рентабельности, его надо разрушить просто. С этим надо бороться как с государственным преступлением. Потому что здоровье граждан, в конечном итоге, оно окупится. Если у нас все будут здоровы, у нас будет кому работать, у нас будут здоровые дети, у нас будут здоровые призывники в армию и так далее и тому подобное. Мы вот об этом должны думать. Просто это не прямая связь, что вот мы сейчас больничку эту либо закрыли, либо ее там перевели в другое место. И вроде бы у нас денег прибавилось в том или ином бюджете, в региональном, областном, краевом. На самом деле логика должна быть не такая. Если в стране, чем больше в стране здоровых людей, тем эта страна успешнее и лучше развивается. Вот из этого надо исходить. Поэтому мы за возврат медицинских учреждений, больничек. У меня мама у самого медик. Я вырос в деревне Ильинка, Скопинского, она Рязанской области. И там стояла вот эта больничка. Я все это прекрасно помню. Вот этот возврат больниц, школ, книжных магазинов, так или иначе в любые населенные пункты, сколько бы там так или иначе не находилось людей, это основная задача в России. Ну и не просто задача необходимая, а задача, связанная просто с выживанием народа как такового. Вы, сторонники вашей партии, неоднократно высказывались против повышения пенсионного возраста и вообще пенсионной реформы в принципе. Какое у вашей партии видение пенсионной системы в России? Ну мне кажется, что, во-первых, нужно отменить пенсионный фонд, как совершенно организацию малологичную и по большому счету ненужную. Потому что вот мы перемещаемся из региона в регион, работаем в самых разных регионах. И я, и мои однопартийцы. И если в городе, я зачастую в городе, выглядящем весьма печально, есть какое-то одно роскошное здание, просто необычайной красоты, то это, конечно же, пенсионный фонд. Это не перестает меня удивлять. Мне кажется, что эти здания можно было бы использовать для других целей. Открыть детдома или какие-нибудь дома детского и юношеского творчества, музыкальной школы. Очень хорошо они там все обустроили. За это отдельное спасибо. А в целом, конечно же, пенсии мы можем получать напрямую бюджет. Что касается пенсионного возраста, то, конечно же, он должен быть в России общий 60 лет. И причем отдельное предложение от нашей партии, что если у женщины есть один ребенок, то на два года пенсионный возраст понижается. Будет уже 58. Если два ребенка, значит будет 56. Если три ребенка, то 54. Это, соответственно, решает и демографическую проблему, потому что она перед Россией стоит достаточно остро. Детей мы рожаем все меньше и меньше. Мы еле-еле поднялись к началу ковида. Начали выравнивать этот самый пресловутый демографический крест. Сейчас мы опять будем вниз-вниз спадать. Поэтому необходимо очень серьезные меры по этому поводу предпринимать. У нас есть отдельное предложение по детскому миллиону, которые будут получать родители за любого ребенка, начиная с первого же ребенка. И вот, собственно, нам кажется, что пересмотр пенсионной реформы с возможностью и сознанием женщины о том, что у нее уменьшится пенсионный возраст от того количества детей, которое она на белый свет родит, это тоже так или иначе на проблему повлияет. Одно из важных ноу-хау от партии «За правду» – это так называемый безусловный базовый доход, который будут получать все россияне. Расскажите, что это такое и как это повлияет на экономику страны? Ну, безусловный базовый доход, чтобы было сразу понятно, это 2,5 тысячи рублей, которые придут в карман на счет каждому гражданину Российской Федерации. Иные скажут, что это популизм, что это невозможно, что с чего это нам деньги будут просто так выдавать. Во-первых, у нас любят ссылаться на опыт ведущих прогрессивных демократических стран. И это, конечно же, не является новшеством, потому что и в США, и в Индии, и в таких странах, как Иран, и в Канаде, и во многих других подобные вещи так или иначе работают и направлены на достаточно большие группы населения. В России для этого тоже возможности есть. Вот, скажем, я, как участник нескольких военных конфликтов, получаю что-то вроде военной пенсии. Она небольшая, но вместе с тем я чувствую определенное уважение государства по отношению ко мне и к моим военным собратьям, которые так или иначе участвовали в этих конфликтах. И это каким-то образом, ну, с какими-то вещами даже в государстве меня может примирить. И человек в России, он точно так же имеет право на чувство уважения по отношению к себе и чувство уважения по отношению к нему со стороны государства. И мы работаем, наши дедушки и бабушки работали, и мы обладаем огромной территорией, огромной богатейшей страной, у которой, между прочим, одно из самых больших в мире количество миллиардеров долларовых, причем, которая еще и повышается каждый год, невзирая на ковид, вирусы и падение цен на нефть и все остальное. Миллиардеров у нас все больше и больше. Ну, тогда уж, если у нас так много богатых людей, пусть у нас люди и победнее. И вообще все люди так или иначе получают эти 2,5 тысячи рублей. Иные говорят, что можно так развратить людей, что они начнут получать деньги, вот эти 2,5 тысячи рублей каждый месяц, и вот что-то с ними такое произойдет необычайное. Как вот там в Америке произошло с частью чернокожего населения, которые вот там сидели на дотациях, и потом вот они немножко ошалели и начали все крушить, ломать и разбрасывать. Конечно же, это не те суммы, которые так или иначе могут повлиять на население и создать какую-то целую группу иждивенцев. Это минимальные вклады в тот самый процесс самоуважения. Вот человек получает эти деньги, он ребенку купит пару обуви, или сводит его впервые в театр, или сам сходит куда-нибудь впервые, да хоть в кинематограф, куда угодно, но он ощущает и слышит заботу государства. И это как-то поднимает общий этический, эстетический и даже культурный уровень населения, потому что дает хоть какие-то возможности, чтобы выйти вот за ту грань в сфере обеспечения, в которой мы заключены. И третий вопрос, который чаще всего задают, есть ли эти деньги вообще в Российской Федерации. Конечно, они есть. Есть ли эти деньги найти возможно. У нас, в общем, профицит последнего бюджета за 2019 год составил триллион рублей. То есть у нас есть триллион рублей, которые мы, в принципе, никуда не потратили. То есть государство получило эти деньги, и они у него лежат. Оно куда-то их дело. Ну, тогда дайте эти деньги людям. Это не повысит инфляцию. Это четвертый вопрос, который нам чаще всего задают, что вот там инфляция повысится. Да никуда она не повысится. Деньги тут же уйдут в магазины, на питание, на минимальный какой-то культурный досуг. Они останутся внутри государства. Их не выведут в офшоры, не сложат в кубышки, не спрячут в банки. Это совершенно нормально. Ничего от этого дурного не произойдет. Поэтому это возможно и по финансовым причинам, и по экономическим, и по каким угодно. И самое главное, это необходимо просто населению России, чтобы чувствовать себя более-менее спокойно. Давайте перейдем с вами к рязанской тематике. Вы чаще, чем другие лидеры партии, бываете в нашем регионе. Почему? Ну, тут ответ достаточно простой. Это никак с выборами не связано, потому что я родился в Рязанской области, вырос в Рязанской области. Мама моя живет в Рязанской области, в селе Успенском. И, собственно, родня моя от Ряжска и Пронска до Касимова проживает везде. И, собственно, и самой Рязани, и друзья многочисленные. Поэтому приезжаю я сюда и по делам, и безо всяких дел. И, собственно, и Есенин-центр, который мы недавно задумали, открыли, и начинаем с ним работать в Рязани, это тоже вещь, связанная далеко не с выборами. И появилась она, собственно, еще до всех этих политических наших дел. Поэтому в Рязани у меня особый отчет. И в Рязани у меня свой собственный особый счет. Потому что место моей личной силы, место моего рождения, оно, конечно, как мне кажется, требует от меня каких-то человеческих и душевных и прочих вложений. В том числе лоббистских вложений. Потому что, так или иначе, я там занял какое-то положение в обществе и в политическом смысле, и в культурном, и в каком угодно. Поэтому кое-какие возможности у меня появились. И я готов эти возможности бросить на помощь земле Рязанской. Кроме всего прочего, обратились люди из Дягилева, где нужно было спасти там парк под Рязани. Есть такое местечко замечательное. Мы эту тему тут же стремительно отработали. Все там в порядке. Отдельная тема, конечно, экологическая. У нас есть две программы за чистый воздух и за чистую воду. И мы тоже на самых разных уровнях и структурах ее прорабатываем. Мы уже создали систему экологического мониторинга, которая замечательно работает. Но, собственно, тоже здесь есть какие-то наработки. И я думаю, что через какое-то минимальное время сможем отчитаться и в этом смысле. Поэтому культура, экология, бюджет, туризм везде работаем. Как вы считаете, почему нужно прийти 13 сентября и проголосовать? По нескольким причинам. У нас, так или иначе, есть 30% населения, которое вообще никакие выборы не посещает. И, собственно, треть страны, значит, отсутствует в общественно-политической сфере и не отвечает ни за какие решения. И, возможно, даже этих людей можно понять. Потому что, ну, может быть, те политические структуры, в том числе и партии, которые существуют последние 30 лет, так или иначе, не в полной мере отвечают их воззрением и их надеждами. Ну, может быть, тогда стоит попробовать в этот раз дать шанс нескольким новым командам, в том числе нашей команде, которая и другого поколения, и другой генерации, и других взглядов, и других убеждений. Вообще достаточно жестко настроены по поводу всего происходящего. Ну и посмотреть, что из этого получится. Потому что вот этот скепсис, который так или иначе объяснимо коснулся огромного количества людей, в том числе в Рязанской области, он, ну, не дает никакого выхода. Вот из этого состояния выйти, в сущности, никуда нельзя. Ну, вот этим не верим, тем не верим, здесь плохо, тут нехорошо. Но если вы элементарно придете на выборы, то вот этой со всей выборной машиной ее просто нельзя будет так или иначе сфальсифицировать. Ее нельзя будет манипулировать, потому что если на выборы приходит там свыше 60 и до 80 процентов населения, то, собственно, голосование будет происходить, будет так или иначе отражать структуры взглядов общества. Ну, мы прекрасно знаем, что как у нас голосуют там целые, скажем, там воинские части, тюрьмы или какие-нибудь бюджетные учреждения. Они вдруг неожиданно голосуют все очень ровным и предсказуемым образом. Вот повышение количества людей, которые приходят на выборы и участвуют в голосовании, оно ломает эту картину. Оно дает другие совершенно возможности другим политическим силам. Я причем не достаиваю, чтобы вы там сголосовали за нас. Вы просто так или иначе можете проголосовать за себя. И левый фланг, правый фланг, центристы, кого угодно вы можете поддержать, просто чтобы иметь свое представительство на ближайшие годы, в том числе и в Рязанской области. Спасибо большое, что вы стали сегодня нашим гостем, ответили на интересующие нас вопросы. А на этом мы с вами прощаемся. Хорошего вам дня и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова